Кардинальные реформы необходимо провести в системе профтехнического образования. Тогда станет возможным подготовить для производства сотни тысяч квалифицированных специалистов. Об осуществлении этого поручения президента страны сегодня говорили на заседании Общенациональной коалиции демократических сил Казахстан-2050. Участники сошлись во мнении, что нужно внедрить больше практики на производстве, а учебным заведениям начать совместную работу с потенциальными работодателями. Такой подход широко используют во многих индустриально развитых странах. В январском послании народу Казахстана глава государства дал поручение сформировать ядро национальной системы дуального технического и профессионального образования и в перспективе предусмотреть переход на гарантирование государством получения молодыми людьми технического образования. Это большая двуединная задача, направленная на обеспечение социального лифта для молодежи, в первую очередь сельской, за счет создания системных условий для получения конкретных технических специальностей, а с другой стороны, это обеспечение профессиональными кадрами растущей экономики страны. Дуальное обучение в республике начато. Имеется более двух тысяч соглашений между колледжами и между различными работодателями. Сейчас стоит задача, первое, поднять качество дуального образования. Это как в мировой практике мы изучаем германский опыт, сингапурский хороший опыт есть. Второе, сделать побольше охвата. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!